Я люблю ветер. Дуй на меня еще. Петербург и ветер – взаимосвязанные понятия. Но сегодня речь вовсе не про ветер. Танцевальный Петербург. Кажется ли вам это определение чем-то оригинальным или странным? Или не кажется? На самом деле Петербург – город творческий. И, естественно, такая составляющая его истории и развития, как танцевальная, тоже присутствует. Ну вот сегодня речь пойдет именно об этом. Об истории танцевального Петербурга. Ах да, шляпа же. Ну что, вот теперь все нормально. С вами Ирагит в шляпе. Мне тема танцевального Петербурга очень близка, поскольку я спортом вообще и танцами в частности занимаюсь примерно с 4 лет. Начиная от всяких классических народных и заканчивая совсем уж современными. Но я вот тут пыталась посчитать, хотя бы примерно прикинуть, какое количество направлений танцев существует, у меня ничего не вышло. Если вы знаете примерно это точное количество, можете написать в комментариях. Потому что их, как по мне, так бесчисленное множество. От классики и балета до современных, уличных, клубных, латины, ну и так далее. Танцевали в Петербурге практически с момента его основания, то есть со времен Петра I, когда тот вел ассамблеи. Потом ассамблеи переросли в бал, в классический бал. И, собственно, это отдельная тема. Кстати, на канале Уперца есть мое видео про бал и про его историю. Я попрошу оставить ссылку в описании. Кому интересно, можете глянуть. Но сегодня кое-что про бал, я еще скажу. Ну, вот, скажем, времена Екатерины II. Императрица умела танцевать. В общем-то, это дело любила. Любила маскарады, но до нее еще Елизавета Петровна побила все рекорды, как по мне, к любви к маскарадам. Та могла танцевать на балу до самого утра, не уставая. Где у нее была батарейка и почему она не садилась, это интересный вопрос. Но, вот, вернемся к Екатерине. В 1769 году в ее правлении в Петербурге в одном из домов на Мойке появилось танцевальное зало. Ну, то есть, своего рода такое общественное пространство, куда могли приходить люди и учиться танцевать. У этого места даже была реклама. Вот как это звучало. Каждое воскресенье будет музыка. Желающие при том забавляться танцованием за билет платить имеют 25 копеек. А женщины безденежно впускаемы будут. Но там учили в первую очередь не просто техники танца, а еще умение себя подать и держать, что было в то время, пожалуй, даже более важным, чем просто умение танцевать. Вот как описывались мелкие подробности, потому что были прописаны и правила тоже. Голову не слишком подавать вверх, что могло бы показать гордого, не хотящего смотреть на других человека. Не опускать вниз, что показывает унижение самого себя и нерешимость смотреть на людей. Притом надлежит голову держать прямо и равномерно. Глаза, служащие зеркалом души, должны быть скромно открыты, означая приятную веселость. Рот не должен быть открыт, что показывает характер сатирический или дурной нрав, а губы расположены с приятной улыбкой, не выказывая зубов. Это были рекомендации для мужчин. Но, естественно, отдельно были прописаны рекомендации для женщин. Во-первых, надо надержать тело и голову прямо, без принуждения, и утвердиться на пояснице. Движения шеи должны быть свободны и легко, взгляд веселый и ласковый, плечо опустить и отвесить назад, руки иметь возле тела и немного подавши наперед, так, чтобы было почти никакого расстояния между руками и телом, кисти положить перед собою одну на другую. Но постепенно городские власти приходят к выводу, что можно организовывать такие общественные танцевальные вечера, скажем так. Но, естественно, в теплое время года. И вот в общественных садах и парках начинают проводить танцевальные вечера. Впервые это случилось в 1793 году в саду на Мойке также. И организатором этого танцевального вечера был такой барон Ванжура, помощник директора императорских театров. Этот сад танцевальный назывался вокзал в Нарышкином саду. Но слово вокзал не путать с современным железнодорожным понятием этого слова. Туда был вход платный, кстати, не очень дешевый, целый один рубль. И вечера организовывали дважды в неделю по средам и воскресеньям. Ну и, естественно, в летнее время, не зимой, понятное дело. И довольно быстро второе такое общественное пространство для танцев было организовано на Гутуевском острове, который тогда назывался Круглым. Там вход был дешевле, 25 копеек. И при этом можно было даже купить абонемент на все лето за 2,5 рубля. Эти танцевальные сады, про которые я говорю, были общественными. То есть люди, ну, в общем-то, более-менее простого звания могли на них попасть. Но, естественно, стали организовывать и императорские сады, в которых можно было танцевать. Например, между Фонтанкой и Литейным было два таких сада. Итальянский и летний императорский. И там тоже организовывали танцевальные вечера. Плюс аристократы, дворяне организуют танцевальные вечера в летнее время у себя, в приусадебных участках, в садах возле своих домов. Ну, например, на Петерговской дороге у Нарышкина, на Каменном острове у Бестужева-Рюмина, у Безбородка и Строганова на Выборгской стороне. Ну, и этот список неисчерпывающий, естественно, еще организовывали. С развитием танца появляются все новые и новые направления. И, естественно, люди хотят освоить эти новые направления. То есть многие пытаются учиться танцевать, скажем так, профессионально. Ну, вот отдельная тема. Это балл, и про него тоже мне нужно сказать. Ничто более обращение с женщинами не может благоприятнее действовать на развитие нравственных способностей русского народа. Эту фразу приписывают Петру Первому про балл. Дело в том, что танцы вообще и балл, в частности, естественно, не появились в XVIII веке. Они ведут свою историю еще со времен древности, со времен античности. Историки утверждают, что такие известные нам личности, как Сократ или Платон, также участвовали в танцевальных действиях. Ну, во времена Средневековой Европы любой рыцарский турнир заканчивался пиршеством и, естественно, баллом. Ну, а на Руси первый балл, танцевальный вечер, был проведен во времена Лжедмитрия II, а точнее на его свадьбе с Мариной Мнишек. Вот тогда были привнесены элементы западной культуры. Играл в тот вечер оркестр, ну, под который, соответственно, танцевали. После этого западные традиции были в основном все заброшены. И уже следующий Петр I, кто ввел ассамблеи. Причем он сделал два важных нововведения, связанных с танцами. Во-первых, он разрешил на ассамблеи приходить женщинам. До этого было запрещено на подобные мероприятия им появляться. А во-вторых, он приказал женщинам и мужчинам вместе танцевать. Но, как известно, подданные Петра далеко не все воспринимали позитивно и с удовольствием принимали то, что им царь приказывал делать. Скажем, пить кофе или опять-таки танцевать. Но они, в общем-то, это воспринимали как такую тяжелую повинность. Но у Петра I было преимущество. Он все сам пробовал на себе и своим собственным примером показывал подданным, как нужно делать. Позже императорские балы становятся очень важным мероприятием, к которому специально готовятся, шьют наряды. А тем более, если это маскарад, нужно подготовить костюм. И, соответственно, учатся танцевать. Вообще, период такой классического бала считается вторая половина XVIII века. Это как раз время правления Екатерины II. И вплоть до начала XIX. То есть это где-то первая четверть XIX века. Потом уже все стало значительно меняться. Помимо танцев на балу или, скажем, в общественных пространствах, танцевальных садах и парках, танцы и бал организуют все, кому не лень. Дворянское собрание, офицерское собрание, разные клубы. Не путать слово клуб с современным. Имеется в виду, допустим, английский клуб. Все пытаются в разной степени участвовать в танцевальном движении. Естественно, как я уже говорила, очень важным для бала было соблюдение этикета и определенных правил. Очень четких, относительно всего. Начиная от дресс-кода и заканчивая самой структурой бала. Обычно бал всегда начинался с приветствия хозяина дома. Или хозяина пространства. Он танцевал, как правило, со своей супругой. Это был первый танец. Потом к нему все присоединялись. И вот обычно первым танцем был полонез. Затем следующим шел вальс. И, кстати, про вальс можно сказать, что когда он появился и вошел в моду, его сначала не воспринимали всерьез. Его считали таким довольно глупым молодежным танцем. Это вальс. Дальше уже, собственно, кульминацией была мазурка на балу, а в конце – котельон. Вот такие раньше были важные и популярные танцевальные направления. Постепенно в столице появилось такое понятие, как бальный сезон или танцевальный сезон. Его открывал бал в императорском доме, ну, то есть в Зимнем дворце. В Николаевском зале обычно танцевали. Примерно в районе Нового года это действие происходило. Но потом дальше ряд мероприятий в столице – все это включало в себя бальный сезон столичный. Если речь шла про бал в дворянском доме, то за вечер приезжало 200-300 человек гостей. Если это императорский бал, то зимний посещало в один вечер несколько тысяч человек. Но и отдельно стоит упомянуть про хореографическое образование, потому что куда же без изучения танцев на профессиональном уровне? Кто-то же должен учить. И очень долгое время танцевальные учителя все были сплошь иностранцы. Но потом в 1731 году организуют учебное заведение – дворянское, привилегированное, шляхетский кадетский корпус. И вот ему волею судьбы было суждено, скажем так, стать основой для дальнейшего развития хореографического образования. В этом учебном заведении очень важную роль уделяли разным изящным искусствам, но в том числе танцам. Такой Жан-Батист Ланде, француз, выучился там у себя во Франции, приехал сюда, в Петербург. И дальнейшая его деятельность полностью связана с Петербургом. Он стал танцмейстером в этом учебном заведении, вот в этом кадетском корпусе. Буквально через два года он поставил с воспитанниками этого кадетского корпуса три балета, и это имело ошеломительный успех. Вообще правила классического танца пришли к нам, как считается, из Франции, а точнее из Королевской академии танца, которая была основана в Париже в середине 17 века. И вот такой танец по правилам этой академии считался серьезным, правильным и классическим. Но не только французская школа повлияла на развитие нашего танца, а также итальянские. Там самые разные были, венецианская, неаполитанская, миланская и другие. Так вот, этот Ланде подает прошение, точнее как вот свой проект императрицы на рассмотрение. Он хочет основать свое хореографическое учебное заведение. Он просит выделить ему в обучение шесть мальчиков и шесть девочек простого звания, как бы тогда сказали подлого звания. Подлый означало простой. И он обещает, что за три года он их выучит так всему, что они будут лучше иностранных учителей танцев. А это в то время было достаточно сложно, потому что это сейчас, допустим, есть одно направление танца. Ты можешь его освоить и быть преподавателем в нем же. Тогда учителя танцев должны были освоить все, что было в наличии, так сказать. Но, естественно, классический танец, балет, очень отличается от, скажем, танца народного. Но, как минимум, техникой. И в том числе ты должен владеть разными и акробатическими элементами. Буквально через год этот проект Ланде был утвержден. И появилась собственная ее величество танцевальная школа. Первым танцмейстером и руководителем был этот самый Ланде. И вот он считается основателем хореографического образования у нас в России. Потому что впоследствии это учебное заведение называлось Ленинградское хореографическое училище имени Вагановой. А сейчас это Академия русского балета имени Вагановой. Вот так. Очень долгое время детей в балетную школу принимали именно простых. И считается, что это и сыграло такую, ну, скажем, ключевую роль в развитии нашего балета. Но вообще тема балетная, это, скажем, тема для отдельного исследования видео. Потому что там очень много имен, очень много интересных событий. Балет менялся при каждом из наших императоров. Но могу сказать одно, что наш русский балет это своего рода визитная карточка и часть культуры, которая одной из первых, если не первая вообще, получила мировую известность. Ну, а теперь расскажу немного о танцевальной культуре уже ближе к нашим дням. Точнее, 80-е, 90-е. Ни для кого не секрет, что Петербург являлся центром рейв-культуры, где, в общем-то, она и зарождалась. В доме 145 по набережной Фонтанке в 89-м году была пустая большая квартира. И в какой-то момент ее заняла творческая молодежь. Люди танцевали под западную музыку. И все это переросло в клуб, известный под названием «Танцпол». Пожалуй, ну, если не первый, то вот действительно один из первых. И в то время только там можно было услышать вот очень модную музыку в стиле техно или электронную. Несколько позже организуют первую дискотеку в ДК-связи под названием «Курьер». И приглашают даже иностранного диджея из Риги. В общем, там побывать было очень стильно, модно, молодежно и круто. А несколько позже те же ребята, которые организовали дискотеку «Танцпол», делают серию вечеринок в Петербургском планетарии. Через какое-то время часть организаторов этих дискотек уезжает в Москву. И там на ВДНХ организуют «Гагарин пати». Это официально первый такой танцевальный фестиваль, первый рейв в нашей стране в истории. В 1993 году открылось суперизвестное место на Зверинской улице, клуб «Тоннель». Как раз в помещении бомбоубежища было очень модное место. Затем был организован танцевальный оупен-эйр в Финском заливе на Кронштадтской дамбе. И с тех пор оупен-эйры стали популярны и просто вот по всей стране. В самых разных местах организовывали танцевальные вечеринки. Например, в Тюзе, в павильонах Ленфильма, в театрах, в юбилейном, в форте Александр I. Кстати, в последнем прошла целая серия вечеринок, которые получили название фестиваля «Форд-дэнс». Ну, естественно, приезжали и мировые звезды, и знаменитости, и всякие известные иностранные диджеи, и много-много кто еще. Такая вот культура была очень популярна до начала нулевых, до десятых годов. Потом просто формат изменился. Но так или иначе, и проводили, и проводят самые разнообразные танцевальные фестивали. Фестивали «Гамма», «Презент-Перфект», танцевальные вечеринки в Сивкабельпорте, не только, а во многих общественных пространствах и интересных локациях. То есть, если подытожить, можно сказать, что танцевальная культура 90-х и нулевых прошла путь от таких стихийных мероприятий, может быть, даже нелегальных, до крупных танцевальных фестивалей. Ну, а сегодня в Петербурге существует множество, пожалуй, сотни танцевальных школ по самым разным направлениям. Занимайся не хочу. Современные танцы, бальные танцы, латино, балет, классический танец, парный, одиночный, что угодно на любой вкус. Главное не лежать на диване. Летом, как когда-то еще в 18 веке, в танцевальных садах, общественных парках проводили танцевальные вечера. Так и сегодня, в летнее время, можно очень часто прогуливаясь по городу, встретить танцоров, например, вот на Встрелке Васильевского острова. И далеко не только там. Разные танцевальные школы проводят, соответственно, такие вечеринки. Что я могу сказать в конце? Что движение – это жизнь, спорт и танцы – это здоровье. Это наше все. Занимайтесь танцами, а не диванной экспертизой. С вами была Ира, гид в шляпе. Будет еще много интересных историй. С вами был Танцевальный Петербург. Всем спасибо, всем пока.